Результаты стандартных схем химиотерапии рефротерных рецидивирующих агрессивных бэк-клещных лимфом на настоящий момент остаются неудовлетворительными. И результаты терапии без прогрессивной и общей выживаемости не превышают 15-20% таких пациентов. Первые линии терапии позволяют достичь излечения у 60% пациентов, при этом рефракторность наблюдается у 15% пациентов и еще у 20-25% наблюдается рецидив после достижения полного ремиссии заболевания. Таким образом, данные пациенты являются кандидатами для высокодозной химиотерапии с последующей аутологичной трансплантацией костного мозга. Однако часть пациентов не может быть кандидатами для проведения аутологичной трансплантации ввиду возраста и коморбидного статуса. Также у части пациентов наблюдаются химорезистентные течения заболевания и часть пациентов развивают рецидив после выполненной аутологичной трансплантации костного мозга. И все эти пациенты, вся эта группа являются кандидатами для исследования новых протоколов схем терапии, таргетной и иммунной терапии. Молекулярно-генетические особенности Нихошкинских лимфом позволяют исследовать потенциальные мишени для направленной таргетной терапии. И биологическая гетерогенность данной группы пациентов в будущем будет способствовать к развитию индивидуализированного подхода к терапии данных пациентов. Я не буду подробно останавливаться на этом слайде. Основные группы препаратов более продобно рассказала о них Наталья Борисовна. Я перейду сразу к нашему опыту использования препарата интузумаб-азогомицин при агрессивных б-клеточных Нихошкинских лимфомах. Группа составляла 14 пациентов, преимущественно пациенты с диффузной б-крупноклеточной лимфомой. И общий ответ в данной группе на терапию интузумаб-азогомицином составил 43%, частичный ответ у 29% пациентов и 14% пациентов достигли полного ответа. При медиане наблюдения в 12 месяцев однолетняя общая бессобетийная выживаемость составила 49,21% и медиана сохранения ответа была 3 месяца. Также в нашем центре мы использовали препараты Блинентумаб при рефракторных рецидивирующих Нихошкинских лимфомах. Это было 9 пациентов, 3 пациента, у 3 пациентов был достигнут общий ответ, у 2 пациентов с диффузной б-крупноклеточной лимфомой был достигнут частичный ответ. Однако длительность сохранения ответа составила 2,3 месяца, и у пациентки с первичной медицинальной б-клеточной лимфомой в рецидиве после аллогенной трансплантации костного мозга, после терапии Блинентумабом был достигнут полный ответ, который сохраняется около 3 лет. Таким образом, частота общих ответов была 33% и медиана общей выживаемости 6 месяцев. Также частота экспрессии PDL1 является привлекательным фактором для применения ингибиторов контрольных точек не только в терапии лимфомы Хошкина, но и в терапии других б-клеточных лимфом. В нашем центре был разработан протокол на основе неволумаба, бендамустина, гемцитабина и ритуксимаба. Всего в группу вошел 31 пациент с медианой возраста 41 год. Медианное количество предшествующих линий терапии составило 3 линии от 2 до 5, и это были преимущества пациента с диффузной б-крупноклеточной лимфомой. 19 пациентов, 10 пациентов с первичной медицинальной и 2 пациента с фолькулярной лимфомой. Общий ответ регистрировался у 45% пациентов, при этом полный ответ у 26% пациентов и частичный ответ у 19% пациентов. При медиане наблюдения в 23 месяца двулетняя бессобытийная и общая выживаемость составили 14 и 36% соответственно. Двум пациентам, которые достигли ответа, была выполнена аутологичная трансплантация костного мозга, однако у обоих пациентов было прогрессирование заболевания. Три пациента получили картоеклеточную терапию без эффекта, и трем пациентам была выполнена аллогенная трансплантация костного мозга, и эти три пациента в настоящий момент живы и в полном ответе. Также мы применяли невлумап в различных комбинациях с химиотерапией, с брентоксимовидатином, с линолидомидом и в монорежиме у пациентов с первичной медицинальной лимфомой. Всего таких пациентов было 20, с медианой возраста 33 года и медианой предстоящих линий терапии 3 линии. Частота общих ответов составляла 60% в данной группе пациентов. Полный ответ был достигнут у 35% пациентов и частичный ответ у 25%. При медиане наблюдения 12 месяцев однолетняя общая и бессимпетийная выжимаемость составила 51,44%. И медианой длительности сохранения достигнутого ответа была 8 месяцев. И использование невлумапа является привлекательным как мост для выполнения аутологичной трансплантации костного мозга. Это позволило нам подготовить большее количество пациентов для проведения аутологичной трансплантации пациентам с первичной медицинальной лимфомой. Всего аутологичную трансплантацию в данной группе пациентов в нашем центре получило 17 человек. Из них 6 пациентов в качестве бридж-терапии получали невлумап. Медианый возраст составил 19-20 лет. Режим введения невлумапа в группе с невлумапом комбинация с химиотерапией 3 пациента. Невлумап с бринтоксимабидотином 1 пациент. И монотерапия невлумапом 2 пациента. Медиана времени наблюдения составила 15 месяцев. При этом общая выживаемость у пациентов в общей группе аутологичной трансплантации костного мозга составила 75% и бессобытийная 71%. И однолетняя общая выживаемость в группе с невлумапом составила 83%. Терапию после аутологичной трансплантации костного мозга с включением невлумапа получили 3 пациента в группе с невлумапом. Это были пациенты, которые получили трансплантацию в частичном ответе и стабилизации. Также мы применяли невлумап, содержащие режимы при б-клеточной лимфоме неклассифицируемой с признаками промежуточными между диффузной б-крупноклеточной лимфомой и классической лимфомой Ходжкина. Всего в нашем центре наблюдается 9 таких пациентов с медианой возраста 34 года и медианой предшествующих линий терапии 2 линии от 2 до 5. Невлумап вводился в комбинации с химиотерапией. И у 4 пациентов в комбинации брендоксимабиодатином получал 1 пациент и в монорежиме у 4 пациентов. Уровень экспрессии PD-L1, высокий уровень экспрессии определялся у всех пациентов от 80 до 100%. И общий ответ регистрировался у всех пациентов, полный ответ у 67% пациентов и частичный ответ у 33% пациентов. Длительное сохранение ответа составило 14 месяцев и при медиане наблюдения в 20 месяцев двулетняя общая бессобъемная выживаемость составила 83 и 43%. Также в нашем центре появилась возможность использовать препарат полтузомапидатин, который представляет собой гуманизированное анти-CD79B антитела в комбинации с цитостическим агентом монометиларистатином Е, которые связаны с помощью линкера. При взаимодействии с CD79B, который является компонентом B-клеточного рецептора, происходит интернализация препарата, происходит разрушение линкера за счет протеазного лизиса лизосом, и малая молекула поступает в клетку, ингибируя вертиноделение, что приводит к подавлению деления клеток и апоптозу. И на настоящий момент происходят различные клинические исследования с применением полтузомапидатина в комбинации с различными препаратами, в том числе бендамустином и ретоксимабом, преимущественно у рефракторных рецидивирующих нехошкинских лимфом, однако также есть исследования включения данного препарата у нелеченных пациентов в первую линию. И хочется остановить внимание на исследовании, рандомизированном исследовании второй фазы, это комбинация полтузомапидатина с бендамустином и ретоксимабом против группы пациентов, которые получали только бендамустин и ретоксимаб. Частота общих ответов значительно превышала в группе с включением полтузомапидатина и составляла 70% против 32% без полтузомаба. Также наблюдалось увеличение общей и бессиммитивной выживаемости в группах с полтузомапидатином по сравнению с группой контроля. Также проводились исследования зависимости эффективности терапии полтузомапидатина от уровня экспрессии CD79B, и было выявлено, что зависимости эффективности терапии от уровня экспрессии не выявлено. Также стоит отметить, что полтузомапидатин эффективен и повышает общую и бессиммитивную выживаемость у пациентов как ABC, так и GCB по типам диффузной бэккорпноклеточной лимфомы. И в нашем центре 15 пациентов на настоящий момент получают терапию полтузомапидатином в комбинации с бинобустином и ритуксимабом. Это преимущественно пациенты с диффузной бэккорпноклеточной лимфомой, 10 пациентов, среди них 2 пациента с трансформацией из фолькулярной лимфомы и 5 пациентов с первичной медицинальной лимфомой. Медиана возраста данной группы больных 54 года и медиана предшествующих линий терапии 3 линии. Оценка ответа проводилась у 9 пациентов и в качестве лучшего ответа общий ответ был достигнут у 6 пациентов, это 66% пациентов, полный ответ у 3 пациентов и частичный ответ также у 3 пациентов, что составляет 33%. Стабилизация наблюдалась у 1 пациента и прогрессирование заболевания у 2 пациентов. Среди нежелательных явлений по описанным литературным данным преимущественно являются гематологическая токсичность и периферическая полинейропатия. У наших пациентов среди нежелательных явлений отмечалась маклопопулезная сыпь третьей степени с ответом на глюкокортикостероиды и нитропиния четвертой степени наблюдалась у 2 пациентов. И справа на слайде представлено ПЭТ-КТ, это до терапии полтезумаб и датином в комбинации с бендамусином и ретоксимабом и после двух курсов мы видим достижение полного ПЭТ-негативного статуса у молодой 21-летней пациентки с первичной медицинальной Б-клеточной лимфомой. И в настоящий момент после терапии исключения полтезумаб и датина пациентке проводится аутологичная трансплантация костного мозга. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем представить данные терапии нашего центра препарата полтезумаб и датина на большей группе пациентов. Сейчас идет активный набор пациентов на терапию. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok